В областном правительстве провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Самым эмоционально обсуждаемым стал вопрос работы пляжей и парков. Председатель правительства отметил, что в такую жару эти объекты должны работать. Однако, как выяснилось, многие пляжи и парки еще не открыты. Причина, по словам ответственных лиц, распоряжение губернатора. Это очень удивило Смекалина. Докладываю. Я объехал почти все парки. Перетянутые ленты, повешенные замки на входе в парк. Смекалин заметил, что распоряжения о том, чтобы парки и пляжи сейчас не работали, нет. Что людей, желающих войти в зону отдыха, просто вводят в заблуждение нерадивые муниципалы, которые или не имеют денег на организацию безопасного отдыха, либо просто не хотят работать в этом направлении. Глава правительства выразился четко. Если есть пляж или парк, он должен быть соответственным образом подготовлен к приему отдыхающих. Соответствующие документы по организации работы пляжей поручено подготовить Госюрбюро. По уверению муниципалов и сотрудников МЧС, областная прокуратура не дает им соответствующим образом открыть пляжи. И вопрос тянется с 2012 года. Ни разу этот вопрос не ставили. Мы сейчас объективно посмотрим. Да, Алексей Сергеевич, посмотрите, пожалуйста. Конечно, я там недели хватит. Я, честно говоря, тоже первый раз услышал. Я, конечно, понимаю, у нас часто бывают такие вещи, что у нас там мы идем каким-то своим путем. Это давно еще земляк наш сказал. Вот, но уж сколько можно-то уж. Не было ни одного случая, чтобы мы как-то не достигли согласия, в том числе с областной прокуратурой. Вопрос сохранения урожая не менее важен. Его обсуждение получилось конструктивным. Александр Смекалин дал понять, что проверки противопожарной готовности токов, элеваторов и полей не должны быть поверхностными. Ситуация, когда в отчете есть слова «нарушение не выявлено», по мнению председателя правительства, должна скорее настораживать, нежели успокаивать. Потерять хлеб нельзя ни в поле, ни на току, ни на элеваторе. Вопрос сейчас стоит на контроле у губернатора, у Михаила Ивановича Семенкина, поскольку вопрос сейчас первоочередный, созревание идет очень быстро, и пожароопасность сейчас самого высокого класса. На прошлой неделе, как только началась такая погода, жаркая стоять, мы отработали со всеми муниципальными образованиями, чтобы опашка полей была произведена сухостой, весь был перепахан, либо закультивирован, и были соблюдены все меры по противопожарной обстановке. Объекты туризма – тоже важная часть повестки сегодняшнего дня, так как в этом году он будет внутренним. Поэтому все гостиницы, хостелы и прочие объекты должны быть не просто готовы к приему гостей, но и пожарообезопасны. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ